итак ребят доброе утро проснувшиеся ребята мне сразу кричат сенсация да ребят сегодня у нас не просто шикарно ахвата действительно сенсация такое в руках я не держал такой в руках я никогда наверное и не подержу за исключением сегодняшнего дня в интернет просторах тоже не видел итак ребят всем привет мы сегодня вышли на ночной коп не знаю как получится с находками может быть останемся и на пару ночей заширпили мой фундамент который ранее давал хорошие находки так хорошие находки были я взял с собой камеру лишь из того что у меня сейчас выскочила очередная находка вот вылазить пока советики но это нормально нас шестеро на фундаменте вот этот фундамент ребята да уже более сотни может около двух сотен монет цари здесь попадаются сегодня копаем нестандартной компании вот ну вы их свое время видели за мной ребята тот самый легендарный михалыч михалыч здорово привет все хотят посмотреть как он в деле дальше вон женя джен здорово дальше у нас вот здесь вот дима 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 здарова кстати больше всех уже накопал монет и на заднем плане у нас впервые на экранах попадает это у нас виталик мы с ним до впервые на экранах в общем как у нас получается пока с монетами является диман но он пока чемпион две двадцатки да у тебя есть дать мат и того 5 монет короче дима пока чемпион у него пять монет у меня я не знаю сколько у меня пока так сейчас скажу имеется в ладошке 4 видите до четыре две трешки двушка пятнашка и еще одна вот монета из-за этого я только начал снимать это очередная монетка но тоже советская 15 копеек щитовичок год сорок шестой грубо говоря мы сейчас дима нам идем порно не знаю почему дима на пять монет у меня пять монет вот пока пацаны пока пустые щелкающина не нашли у меня двушка 40 а да 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 катушку женька поменял у него что-то фонило сразу катушку поменял и около машины прямо около колеса зацепил михалыч перстенек поднял ну как перстенек колечко советской там из камушки красные и белые так что так что вот этот вот участок вот вот не поверить вот такой маленький участок дал почти 200 монет 200 монет и пока у нас здесь на шестерезе 12 монет маловато не густо вот ну надеюсь чем сейчас выскочит выскочит диман ждем очередную щелку куда заваливались монеты диман щелку все ищет ну ладно надеюсь щелка будет бегут будет он женёк там вот где-то на окраине дома фигарит погода классная место замечательное я здесь впервые вот на правах я как бы здесь это знаете как в гости приехал пацаны позвали я не мог отказаться так что ребята для меня это новая деревня надеюсь будут новые шикарные находки так что продолжаем ребят только что вырубился прям и у димана прям красивый красивый такой звонки звонки я говорю давай в прямом эфире откопаем может что интересное все-таки быстро кольцо железно но все равно на всякий случай позвонить диманы не кольцо 2 что ли ну-ка чё-то еще ребята обычно железные кольца сигналит звонко сейчас только что диманом осуществляется вон она вон она и ребят это черпала бы большая круглая ложка была поэтому так и звание кроме они здорово звенят я несколько ложек уже откапывал верховый курю так что ладно за собой фундамент получается такой присыпанный ям котлованов нету ладно продолжаем и так ребят женя зовет саня пошли фундик поменяя заодно на пассажок я говорю на пассажок сигнал выкопаю и сигнал вот ребята первая крупная сегодня это 5 копеек но после 30 31 32 года герб как вы видите уже как бы новенький вот такая монетка зачет я уже дима димана перегнал нашего чемпиона так что теперь я чемпион ладно пойдем 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 и так ребят там чё-то вот виталек смотрите шурфил 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 всякую железу всякую дрянь собрал и он нас всех переплюнул переплюнул тем что пчелку лишь какой старый это ребята пчелка две копейки сохран убитый ну что же но это пчелка год не видно но я знаю что пчел болен у меня что-то фокус ёпки фокус куда-то пропало посвяти пчелка и я знаю что это пчелка выпускался к 1810 году еще посмотрю будет у него но сохран конечно но это неважно голову что блин она есть да и эта пчелка это очень редкая и по всем годам вот пчелка о вернее двушка царица полей это самая дорогая монета ну я не считаю разновиды которые встречаются мне даже не поверил 1710 год до за за счет на орел пчелка реверс короны широкая аверс короны узкая в плохом сохранить 480 рублей сохранить xf 6000 рублей монета является редко чё сигнал тут соски вчера были проверены своем сигнал сигнал чуть перекрывался железом дом устрем 44 прикинь я даже не поверил просто вот на моем 84 84 это как цвета дает вот он своем тоже попробовал да и все ребята у нас солнышко умеете садится совсем за горизонт нужно брать фонарик сейчас идем он там же не надо поддержать фонарик же ладно пойду женю поддержу ребят женю здесь копал мы выкопали только что от этого какого от керосинки и чё-то сигнал был под бревном ребят под бревном чё-то блин смотрела и визуально здесь вот стекляшечка такая интересная и вот на бревне прям монет лежит на бревне монетка и это две копейки мой какой сохран а прям вообще шикарных 54 прям зачетный сохранчик да это лучший сохран сегодня из медно-никелевых монет ой алюминистый алюминистый бронзу причем сигнал алюминиевый бронзовый вроде как мониста я не пойму что за монетка вроде монета вроде нет не вижу что это мониста там дырочкой дырочка есть по плене не вот дырочка вышла там плит а вот через чё заманит я не смог понять ну вот учет непонятное вообще по сигналу медный никель это не медный никель я думаю что это что-нибудь как медный пул а медный никель даже размер не тот да это орел царский ну сигнал-то медникель не серебро я видел что похож я видел что похож но не серебро сигнал не серебра да да смотри это орел и смотрел уже с ним похож да это живет на он берет перевернуть дырочка сверху ну да у меня бьет как совет нахуй да ну он смотри красный какой-то это и вообще не серебро бронзе ну это я не знаю орел то блин орел да вроде как ощущение что тоже виду и дырочка видишь смотрите ребят видите да орел видно вот что отсутствие монет она за две ты вот тут увидели и получил ну вот с такого пи центре ребят маленький пицентр лежать в этом ковырял но засыпка здесь отвратительные практически нет у михалыча еще засыпка более-менее сопутки нету но михалыч сколько ты здесь собрал монет здесь десят здесь десяток то офигел ты мне говорил 4 лет врешь что ли их ты ну ты михалыч да ешь а вот это жук а патина похоже на полтину пашпатинка я бы наползли на это лишь патрым не на ненажа с собой нет волова под давай посмотрим просто интересно тем что это ребята ореол царский но она окислилась как алюминистая или медно-никелевый красный я не вижу ты видишь не не вижу тоже не вижу но тоже сразу было видно ну ладно ладно утро вечером будет мудренее чё там как там пацаны там пытаются дошурфить вот здесь вот новый фундамент там дальше еще фундамент не знаю посмотрим может еще и так ребят зашурфили новый фундамент монетки здесь идут я вам показываю находки михалыча и женькина и вот затем мы собираем здесь самого вот это уже 4 комплекта 4 часть да это раз это краник а это как она хрень короче вот этот краник вот эта верхняя часть и там еще рукоять от самовара короче снова целый собираем ешь никак вообще зачет вообще класс монетки советские конечно идут но все же все же идут вот так что у меня здесь сколько одна выпала у михалыча 2 после того как я последний раз снимал и у женьки 1 так что ладно зачетно и так ребят же не ушел шашлык готовить михалыча выпало такой богатого вообще за счет богатого будь готов к труду и обороне эмаль все на месте хорошо проглядывается надписи вот так что вот такой вот зачетный и немножко информации об этом знаке в 1931 году в ссср появилась проект о физическом воспитании граждан страны основной задачей стало заинтересовать население спорта для этого особо выдающихся спортсменов в том же году был придуман отличительный знак имевшие название богатого будь готов к труду и обороне декабре 1931 года выдали первые значки отличившимся 35 спортсменов концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек будь готов к труду и обороне зовет родина будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд проплыть 100 метров пройти на лыжах 10 километров а там где не бывает снега совершить спеший переход будь готов будь сильным закаленным мужественным для получения такого значка необходимо было пройти испытания всего 21 испытание в основу легли возрастные ограничения а теперь значок богатого получали дети от 14 до 15 лет значок готова первой степени 16 лет а значок готова второй степени 19 и старше последующие годы и возросла возрастные рамки позволяющие получить значок готова этот диапазон составлял от 10 до 60 лет в 1991 году знак готов упразднен так как с распадом ссср исчезло такое понятие как нормативы ГТО. Нормы ГТО 2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше причем без ограничения возраста но для пожилых людей нормы конечно установлены с учетом их возможностей а готовиться к сдачи норм им лучше всего сообща в специальной группах начали я умираю нагрузка не велика для вас а у меня вырубыш вот такой вот рубленый царский капин досик блин удобно камера снимает так а фонарик светит так вот такие две зачетные находки ребята прям за секунду михалыча конечно вкуснее богатого бегунок зачет зачет так что копаем шурфим ребят дружно копаем шестером до шестером зачетно у всех монетки ну монетки советские я решил вам заснять ребра вот на решил заснять этот монет потому что у меня эта монета как вы первое так первое тем что это двадцатка первое сегодня сорок третий год ведь или у димана на этом фундаменте пока пусто у михалыча куча он чемпион у женьки встречается у тебя виталь есть с этого фундамента чем двадцать двадцатка рамочник так что всех всех с этого фундамента есть монета а у димана пока галяк диман чё ты это дима я расслабился я отдыхаю получаю удовольствие понятно от коллективного копа ребят на одном фундаменте окучивать фундамент михалыч пока на нем чемпион тягает тягает и тягает итак ребят я один с луной имеется такая вот не знаю видно вам нет туманка вдоль реки king со мной рядом вот он генгуха ходит туда на разведку запах доносится шашлыка но у меня под запах шашлыка мы здесь от выпала монета были у меня другие монеты советские двушки трешки но это крупная монета 20 копеек я уже знаю год это 46 банальный но все же одна из крупных монет на этом фундаменте до фундамент ребят советский монеты все советские наверно около 30 монет мы здесь собрали в общей сложности и пацаны плюнули и он там готовит шашлык так что сейчас шашлычок не знаю может быть пойдем еще один фундамент поищем или все-таки спать время потому что уже третий час да ладно под цвет луны продолжаем итак ребят пришло время с вами наверно попрощаться но ненадолго только на ночь у нас за бортом уже темном темно рассвет у нас будет где-то через пару часов пацаны разбрелись по машинам один женька остался вот мы сейчас вместе с ним наверное давать на завалимся спать остальные все уже спят кингу ты у нас где будешь на улице спать или в машине кингу в общем ребята до утра до следующего утра все пока и того у меня получилось 16 монет я оказывается пока сегодня чемпион 16 монет все советы и половинка царской монеты все давайте до завтра и так ребят доброе утро я проснулся минут 10-15 заварил себе завтрак пацаны уже пришли как бы на обед уже наверное по времени сколько время цены в общем 10 часов поспал я от души прям классненько поспал лег позже всех но проснувшиеся ребята мне сразу кричат сенсация да ребят сегодня у нас не просто шикарно охвата действительно сенсация такое в я не держал такое в руках я никогда наверное и не подержу за исключением сегодняшнего дня в интернет просторах тоже не видел шикарный знак полковой знак и прям превосходный сохран откопал его михалыч так что сейчас позавтракаю и отправимся туда он на шурф шурф интересная тем что как бы монет нет но находки кое-какие очень интересны вот так что сейчас приятного мне аппетита аппетита но и все честной компании и я вам покажу ту самую сенсацию изюминку этого нашего сегодняшнего выхода класс и так ребят находимся мы в центре деревни и по-видимому находимся на фундаменте пожарника почему сейчас поймете находки прям сами за себя говорят так что монет здесь нет да михал все-таки были дома нету но находка здесь одна прям просто сногсшибателя вам сейчас покажу вон кучка шмурдика шмурдяк это михалыча ну что у нас тут по шмурдяку интересно вот такой набор немецкий голова какая-то знаете барышня сразу видно барышня вот такая вот латунная фиговина чего не знаю предположение есть нет тоже не знаю это у нас должны представлять либо телефонный звонок либо звонок оповещение о пожаре дальше что у нас тут вот такие вот то ли нижняя часть тыльник от сабли может быть может быть от кинжала непонятно бутылочки здесь всякие так это у нас тоже какая-то лепнина вот и вот самое что интересно ребята вот это баба это сегодняшнее просто на просто ребята бомба шедевр пожарная охрана ребята знак возможно полковой какой-то видите на обрамление царская корона здесь какие-то вензеля не знаю что за вензеля давайте вместе посмотрим поближе вроде как буква а имеется но какие-то еще тут вензеля непонятные справа п.о. а слева и р ну п.о. наверно пожарная охрана а вам любопытно что мы откопали на этот раз вещь очень интересная из истории а в руках у меня на грудной отличительный знак императорского российского пожарного общества также имеется и на грудной знак с 8 и июня 1901 года императорско-российское пожарного общества и р.п.о. образовано 14 июня 1892 года отличительные знаки императорского российского пожарного общества были золотыми серебряными и бронзами каким и является наш экземпляр право ношения золотого знака было дано почетным членам и благотворителями серебряный знак был дано пожизненное тем кто входил в состав правления начальников команд и цехмейстеров городских пожарных обществ наш знак бронзовый право ношения дано отдельным лицам состоящие действительными членами общества а также всему личному составу пожарных команд и дружин что же из себя представляет знак венок из дубовых и лавровых ветвей с императорской короной наверху и сложные ленты внизу в середине буквы в и а великий князь владимир александрович романов почетный председатель пожарного общества шефа пожарных после его смерти 1909 году обязанности почетного председателя и р.п.о. перешли к великой княжне марине павловне в связи с чем поверх аббревиатуры в а легла литера м ее личные вензеля и 27 января 1912 года этот знак был высочайше утвержден слева на ленте буквы и р и справа по императорское российское пожарное общество в середине два скрещенных пожарных топора с наложенной пожарной каской членами пожарного общества находящиеся под покровительством особ дома романовых стремились стать состоятельные люди в 1894 году первого председателя общества графа шереметьево сменил на его посту князь александр дмитриевич львов знак вручался за отвагу на пожаре или беспоручную службу в городских пожарных команд были и другие знаки но это совсем другая история надеюсь вам понравился исторический факт и находка в целом с вас лайк и возвращаемся на коп приятного просмотра вот такая вот ребята сегодняшняя бомба в нашем видео я первый раз и наверно последний держу михалыч она будет чиститься и продаваться до михалыч нет оставишь себя дом он ты чё ну по крайней мере повторно я сомневаюсь что повторную можно откопать класс вещь вообще зачет с этого фундамент еще была бутылочка с орлов диман ее забрал в машину так что такой фундамент уже потихоньку присыпается пацаны добивает участок и буду заканчивать диман пошел по верхам посмотреть виталек за кустами что-то пытается там найти я думаю надо искать новый перспективный чтобы остаться на ночь пацаны здесь сделали прям настоящие археологические шуфы вот здесь яма здесь яма там яма и там яма фундамент на четверых и дал всего-навсего вот эту хрень вообще ничего интересного ребят вот ковыряет его уже несколько часов так это бутылочку просил только что один царик третий год копейка затем еще где-то был царик 1 2 где-то 1 2 виталика 1 2 здесь двушечка 29 это нас свистулька вот это у нас предполагают что серебряная ложка вот вроде как звезда нулю здесь вот видите белая и с обратной стороной какое-то овальное клеймо не знаю не вижу через объектив не знаю может быть серебро ну короче ничего интересно и 1 2 николай где-то там еще завалялась и все и все ну подвесочка ладно здесь вот еще ребята вот это фигурина здесь лежит неспроста женьки и специально отложил и смотреть имеется клеймо пахтер пахтер буквка ядь в конце видите вахтер какой-то вахтер это труба ребят печная труба такие часто на советских винах встречаются это видите клеймо с буковкой ядь царизм пацаны что-то задача лись задумались чего делать ну и чего делать куда туда к этому перекату искупаться да и там пару фундов а там не был моста куда-то вот туда ребят хотят и он по ходу выходил как раз на итак ребят на этом будем заканчивать свой видео коп сегодня получилось в принципе вернее вчера ночью получилось вообще шикарно как шикарно набили немножко монеток сейчас я вам покажу количество не не пусто но и не густо место под конец копа приехали вообще зачетная позади меня вон речка представляете речка и вот здесь вот фундамент вообще огонь покопал искупался покопал искупался сейчас легкий обед до легкий обед час дошик покушаем супа решили не варить и поедем ребята покопаем еще в одно местечко пастрине вот так что если пацаны согласятся всей толпой туда отправимся еще покопаем если интересно продолжение будет ну а сейчас конечно самое вкусное обзор того чего мы нашли по находкам ребят у нас получилось не особо густо как то вот так вот в общем планом снимаю по монетам все банально все банально а вот только могу от из царей медных отметить вот такая вот сожалению утраченная двушка александра интересно то что год не видно но с уверенностью могу сказать что 1810 год пчелка дальше очень интересная маниста большая сегодня несколько экземпляров манист вот счетный жетон и чуть больше вам покажу вот эти вот манисту одну интересную так в основном советы несколько царей наверное с десяток царей всего по сопутке какая интересная ребята вот такой краник от самовара очень красивый очень и по запчастям собирали другой снова раз часть 2 часть 3 часть вот и там еще была рукоять рукоять от самовара по сервизу чего нас вот так вот предполагаем что это серебро это неизвестно дальше говорят что вот это серебро вот такая свистулька зачетная за металла пластики интересный вот такой богатого знак вообще классный затем вот такая вот ребят я не успел заснять как ее скопают но вот здесь смотрите крючек открывается и там внутри видно конструкцию самой зажигалки видите ребята хоть час заливая туда бензин и будет гореть тоже михалыч отыскал дальше что у нас было вот такое колечко с двумя камушками красный и белый красиво по советам вот такое количество получилось и наземная монетка попалась у нас это румыны 1906 год так по сопутке две пуговки интересные ребята орляночка но орляночка видите с ободками часто такие пуговки отыскуются вообще вот одна здесь вот по моему железным ушком а другая с медным классные пуговки вообще зачетные у меня таких нету вот такой еврейский знак это у нас ремень был ремень по стеклу сегодня было много я не брал стекло потому что там все банальные микстуры но вот такой вот царской символю и вообще зачетно она целая даже упакована внутри субстанция даже смотрите она там плавает интересно что за я так дальше что у нас вкусного ну царики ладно банально банально царик 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 по серебру у нас тоже немножко сегодня получилось неплохо вот эта интересная монетка 5 копеек 5 копеечный монет вообще я считаю что они все практически все дорогие все зависит от года будет цена вообще маниста вот такая вот интересно тем что это серебро вы видите да мы терли терли но ничего страшного из за того что мы и терли об лопату просто сигнал был ребят не серебряный а непонятный советский сигнал дальше 20 тоже царская год 1869 вот такая вот 20 . и вот это интересно и вот тоже михалыч откопал и он даже не знал что это серебро я говорю если с дыркой значит серебро начал тереть 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 и появилась ребята вот такая зачетная зачетная красота орел если не ошибаюсь это полтина до полтина красивая была монета с другой стороны у нас что-то затерта но они все такие затертые монисты с одной стороны потому что об одежду трутся об тело а вот этот сверху постоянно рвы вот ну и давайте перейду к самой вкусной сегодня сенсации это конечно же ребята вот такой вот знак вещь вообще бомба вообще красота у михалыча руки есть он его сделает очень очень вкусную очень вкусно если михалыч успеет его почистить до того как в видео выложит я прикреплю результат чистки реставрации михалыча руки из нужного места ну как-то ребята вот так вот мы откопали это у нас была ночь ночью откопали потом все встало время сейчас обед и мы собираемся покопать по старине если интересно то продолжение может быть будет следующем видео а может и к этому приложим так что ребята все всем пока до новых встреч итак ребята доехали мы до нашего леса где мы будем ходить по старине не знаю что у нас из этого выйдет надеюсь хоть один наконечник из нас четверых найдет до пятерых то найдет фортовых здесь много так что я думаю продолжение видео будет так что приятного вам просмотра итак ребята и у меня первая находка которая стоит вам заснять это вот такой вот ребят старинный нож нож старинный длинный смотрите лезвие длинная рукоять короткая и плюс рукоять за точно под копье под наконечник острый ребят до сих пор острый вот такая находка это ребят у нас древний нож между прочим древний пойдет нож символ и необходимость нож был и остается одним из самых важных предметов которого сопровождают человека на протяжении всей его истории и наш нож не простой а нож воина боевой клинок примерная датировка 10 13 век но я могу ошибаться также трудно определить владельца этого ножа из какого народа он был так как технологии изготовления форма оружия бралась у других народов были добыты в боях так что наш нож мог быть и монгольским хазарским булгарским и даже славянским рассмотрим ножи с точки зрения их функционального назначения первый тип это хозяйственный кухонный нож характерные признаки этих ножей ось рукояти параллельно прямой обуху клинка второй тип это хозяйственный столовый нож отличается от первого что были более крупными и длинными такие ножи также могли использовать и в охоте третий тип это рабочий столярный нож лезвие изогнуто вниз четвертый тип это рабочий сапожный нож они имели массивные широкий и короткий клинок с плавно загнутым концом и наконец подобрались к нашему ножу пятый тип боевые ножи то что ни с чем не спутаешь в этих ножей длинный клинок с массивным обувь рукоять как правило тоже массивная с длинным черенком конец клинка боевого ножа на 20-40 миллиметров имеет обоюдную заточку что облегчает нанесение им колющего удара вот такая у нас интересная находка да кстати далее мы найдем еще пару ножей и вы уже можете определить какие типы ножей мы отыскали пишем свои варианты ответов в комментарии а сейчас возвращаемся искать историю витальку прет то что я хочу найти он отыскал правда он согнул его видите да свежесть и загиб ну как по такой вот не трахнут лопатой вот это чистые ребята монгол золотая орда классный классный экземпляр в очень шикарном сохранил говорите откуда такой сохран юркин код ну вот и земли ребят вот из такой земельки такой сохран а то мне часто пишут когда пишем копаю по стране ой подложили ёшкин кот сохран такой не может быть ребята вот видите кого-то только что выпущенные из из лука ешки твои наверх это срезин ребят это свой срезин творишь такой вот ёшкин кот и снова мангол вот и так улик идет вот он на такие нахать здоровый лопасти средний он его тоже лопатой засадил вот план хоть хвостовик не сломал вообще зачем веке у всех восточных народов лук и стрелы были важнейшим дальнобойным оружием лук и стрелы использовались конными кочевниками сибири и восточной европы наш наконечник монгольский это мы определили по его форме имеется большое количество разновидностей наконечников в основном преобладает так называемые срезни разной формы и размера они применялись не для пробития брони а предназначались для нанесения глубоких ранений приводящих серьезным кровопотерям у воина или его лошади встречаются и голодовидные наконечники они идеально подходили для раскалывания результативного пробития деревянных щитов и пробивания шлемов воина пройдем войны и наконечники говорят сами за себя для пробития кольчуги пластических доспехов в итоге этот тип наконечников вытеснил практически полностью наконечники срезни надеюсь информация была полезна на мы продолжаем и возвращаемся на коп а